Вы ранее заявили о том, что Надежда Савченко может вернуться в Украину уже в следующем году. А не могли бы вы выяснить, каким именно образом? Она вернется после того, что закон ищет апелляционного обжалования, приговор, что это первая инстанция, и по конвенции ее выдавают отбывать наказание в России. Конвенция международная, одна из которых участвует и Россия в Украине, предполагает такую возможность, и это произойдет, я думаю, в пыльях. В лучшем случае. Спасибо. А каким, по вашему мнению, может быть приговор и когда он будет вынесен? Приговор первой инстанции может быть уже до конца года, естественно. Вот сейчас очень опасно называть эти даты. Все время связываются они из-за того, что объем рафатрального материала в части представления доказательств странное объединение, он достаточно массивный. Читают они, в общем, со средней скорой лет, и складываются сильно быстро. Остается 20 свидетелей, которых страна объединения заявляет из числа 52. И только после этого страна защиты сможет представить свои писем доказательства, дальше премии сторон, последнее слово, приговор. Ну, допустим, это может произойти в первой декаде декабря. Пока назовем эту осторожную дату. Ну, потом будет обжаловать. В течение 10 дней страна защиты подаст околекционную жалобу, и будет назначена уже в Россовском областном суде следующая инстанция, околекционная, суд 2 уровня, значит, назначено рассмотрение околекционной жалобы. Она останется в силе в связи с судом, а потом, в правильной системе, выйдет и запрос из Украины об отправке сообщения для отбивания и сражения в Украине. Ну, конечно, у меня есть некоторая информация, которая дает мне оснований полагать, что именно так все и будет. К сожалению, сейчас преждевременно ее обнародуют, но я думаю, что алгоритм в смысле будет такой. Спасибо, Марк. Как Вы оцениваете возможности защиты сегодня в суде? Защита радио-посудистовника. Можно ли сегодня смягчить договор благодаря усилям защиты? Вы понимаете, он и будет, скорее всего, чуть смягчен, в зависимости от того, который предполагался. Но, опять же, ведь что сегодня, например, было? Вот, конечно, сегодня смягчен, да? Значит, Чепуздин фактически владелец гостинка Евро, где держали Сарксенко. У него дочь, юридический владелец этой гостинки, ЧИЗП. И нити-следователь Индвиндев из Воронежской ОСК, который, собственно говоря, держал Сарксенко, почти задержанный, 24-го числа у себя в подлиннике, и дальше передал ее, значит, сотрудникам ФСБ, которые охраняли Сарксенко в этой самой гостинице. Ну, вопрос, значит, таковы, что совершенно очевидно становится, что, ну, совершенно бредовые ответы, значит, так вот этих Чепуздинах, так и Слава Медведева о том, что, значит, Сарксенко никто не удерживал, что, значит, она жила в гостинице без денег просто так, значит, почти неделю там, соцсетически, что, значит, в подлиннике, она 6 часов, и это, я, как бы, для Дмитрия девочек никуда не хотел уйти, жила, пока ее отвезут, и так далее. Тут даже обсуждать нечего, по-моему, всем частью процессу, и наблюдателям ясно, что это все лошадь. Но, тем не менее, это некий стык, который отыгрывает сторона обвинения, ну, и, собственно, суд, который на стороне обвинения. Но, тем не менее, при столь очевидности, значит, лжи, свидетелей со стороны обвинения, и очевидности не именований, Сарксенко, это, конечно, может сыграть в ту сторону, что обнародная публичность этих фактов повлияет на смягчение призыва, но это несущественно в деле, Сарксенко. Ну, что, потому что, ну, извините, хорошо, дадут ей 25, а что-то изменит или учится? Я считаю, что нет. Там даже 15 лет ничего, вы учится не изменит, потому что сидеть столько, Сарксенко не готова, куча абсолютно совершенно не виновна. Политическое давление ее освободит, и то информация, которую я сейчас положаю, да, она, в основном, так сказать, международного характера, политического характера, дает мне основание говорить, что это не слишком долго, но это понадобится на реализацию этого алгоритма, о котором я сказал. Спасибо, Марка. А вы не могли бы вы объяснить механизм экстрадиции Надежды? Ведь все-таки, да, как это может быть? Очень просто, очень просто. Украина делает запрос, да, генеральная прокуратура, генеральная прокуратура России, ГПУ, генеральная прокуратура России, о том, чтобы, значит, лицо гражданина Украины, в данном случае Савченко, отбывал наказание по месту гражданства, то есть это само как, так, с 19-го года. Ее саму опрашивает прокуратура российская по месту, где она находится в следственном зале А3, если до этого момента, как бы, приговор не вступит к законной силе, или сразу после, узнает ее желание или нежелание отбывать наказание в Украине, ну, такой опрос, пусть я проведен над горным органом, и дальше при положительном решении ее и, соответственно, положительном решении соответствующего органа в России, да, прокуратуры, ее отправляют просто-напросто, ну, там, за отсутствием прямого самолетного сообщения, видимо, да, это может быть, например, автомобиль ее могут привезти и передать в руки представителям, генеральной прокуратуры Украины, где-нибудь там, я не знаю, на границу, например, почему нет. Это уже техника, это техника. А сама юридическая процедура, вот так, как я вышел, она и описал запрос, ну, удовлетворение, согласие с самого лица и отправку. Спасибо, Марк. Скажите, пожалуйста, как вы рассматриваете перспективы помилования надежды Сашенко? Нет, это невозможно, потому что для помилования, я имею в виду, если в России, нужно как минимум от ее заявления, она должна писать на им президента, Путина заявление с просьбой о помиловании. Тут по этому поводу в свое время была дискуссия, в связи с Хазарковским, кстати, нужно ли для помилования признание вины. Вроде как, это все-таки не нужно, хотя там были дискуссии в конституционном суде, мы драктуем как юристу, что этого не требуется, но все равно нужно обращение к Путина. Без него, обращение, либо самого лица, либо его адвоката, такое тоже, кстати, возможно, в исключительном случае. Ну, там, например, если подзащитный, там, больной, например, находится в больнице и, в общем, не может сам подать это помилование прошения, то тогда оно может быть рассмотрено, либо положительное, либо отрицательное. Но проблема в том, что Савченко не желает подавать такое прошение. В общем, посидите. Понятно. Марк, если можно, еще один вопрос по поводу нынешних условий, в которых сегодня находится Надежда Савченко. Как вы можете их оценить? Ну, условия в тюрьме благополучные, то есть она не жалуется на них, вот, то есть если бы она жаловалась, мы бы, конечно, немедленно, как страну защиты об этом, не бы на роде сообщили. Нет, у нее благополучное, все, она в одиночной камере более или менее ей поступают продукты, которые мы ей передаем, и, так сказать, некие, там, консульства в Ростове этим занимается непосредственно. Так что, с этой точки зрения все пока в порядке. То есть не о чем пока говорить, чтобы вызывал мы беспокоимся.